Светлые гости на Светлом Радио Сегодня у нас почетные гости. Геннадий Макарович Валуев пригласил в студию Светлого Радио Владимира Сергеевича Глуховского, которого сегодня мы рады поздравить с днем рождения. В принципе, с юбилеем. Вам сегодня 85 лет, да? Да. Очень приятно. И 60 лет, как вы в церковном христианском служении. Пастерского служения, да. Это очень значительные даты. Владимир Сергеевич, думаю, что сегодня мы вас детально расспросим о вашем жизненном пути. Светлый шлях. Пожалуйста. Давайте начнем сначала. Расскажите немного, как вы вообще пришли к Вере? Я так понимаю, что это было в советские времена. Когда это, в принципе, чего-то стоило. Да. Моя фамилия уже известна Глуховский Владимир Сергеевич. Родился я 18 марта 1926 года в Одесской области. Это был период тогда, когда выезжали из Киевской области на земли во время НЭПа. Это такой был тогда девиз. Новая экономическая политика. Да. И я родился именно на Одессе. Ну, веровал я уже не на Одессе, он веровал в Донбассе. Потому что мать была верующая с 25-го года. Да. Отец не был тогда верующим. Но он возил куда только мог, чтобы не было верующих. Чтобы мама не сообщалась с верующими. И куда он не привозил, везде были верующие. Сказали. Везде находились? Да. Ну и последнее то, что он привозит нас в Донбасс, в Макеевку. Там уже старший брат работал в шахте. Он пригласил. И отец рассчитывал, что там уже не будет верующих. Оказалось, что там мама очень быстро нашла верующих. Да. Он еще поменял там место. Вот, на Горловский район. И уже началась война. Да. Но так ему приубедить, конечно, не удалось. В своей книге воспоминания я пишу подробности именно состояния отца, отношения к матери. Вот. Но факт то, что она, можно сказать, скрывалась от него, чтобы читать, когда его нету, Евангелие. Евангелие. А про нем невозможно было читать, потому что он был очень против. Ну, против был не потому, что он, а потому, что было такое, ну, как вам сказать, управление. Что каждый человек известный на работе, куда он принадлежит, кому принадлежит. И если жена его верующая, он должен его переубедить. Ну, что бы то ни стало. Говорят, в Библии есть совет для женщин, чтобы их мужья даже без слов были для Евангелия, для Христа приобретены набожной жизнью. Как вы считаете, та жизнь, которой жила ваша мать, была свидетельством для отца? Он задумывался о Христе. Да, он даже перед смертью сказал, что сильно он зарядал, заплакал и сказал, как плохо я прожил свою жизнь. А моя, Настенька, такой больше в свете нету. Перед смертью он это понял, где-то за полгода до смерти, что он прожил очень плохую жизнь. И когда ему сказал, вам надо покаяться, конечно, он занялся слезами и начал просить у Бога прощения. Светлые гости на светлом радио. Поскольку я был самый меньший, два брата были уже забраны в армию, уже сообщение, что они погибли. Третий был угнан в Германию, а я остался один с мамой в Донбассе. Да, и в это время я уверовал, в это время. То есть, можно сказать, что через слушание Слова Божьего проявилось вот это чувство. И разум открылся, и совесть, и желание, что раз ты есть, то где же голова, где же хозяин, где же творец, где же все. Сколько вам тогда было лет? Это было 15 лет тогда. В 42-м году, 16-го, 14-го июля мне преподавались твоеводные крещения. Ну и когда мы пришли на крещение, в тот раз беседа, и мне разрешили. Я с бельем спешу, значит, в собрание идти на крещение. Я где-то вышел на поляну от дома своего. Это такой был шахтный двор. Там была шахта на этом дворе. Я слышу голос по имени «Куда ты идешь?» называет меня. Я остановился, посмотрел, никого нету. Какой-то кустик такой, с трубаной вышней, отрос. Я глянул, там же не может быть человек. Я только отошел, этот голос вторично. По имени Володя, «Куда ты идешь?» Я этот голос часто такой вспоминаю, да. Я понял, что это голос не людей, да. Ну и когда я пришел уже на крещение, мы уже шли на Иордан, как мы говорим. Я говорю пастору, что вода мутная будет в озере. Дождь прошел. Он говорит, да это не важно. Вот важно сохранить веру в Бога. Вот что важно. Если ты сохранишь веру, то будешь большим человеком. А не сохранишь, это будет хуже, чем эта погода, и чем это значит мутная вода. Светлые гости на Светлом радио. Светлые гости на Светлом радио. Катumphам... Катumphам... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Светлые гости на Светлом Радио Вы должны нам рассказать, где и как вы познакомились с Владимиром Сергеевичем Ваши воспоминания, поскольку вы вместе Спасибо всем, кто слушает, спасибо Вячеславу за этот вопрос Я с Владимиром Сергеевичем Глуховским познакомился в 1978 году Я уже был на свете В 1978 году я приехал на свадьбу своему племяннику в город Павлоград И мой отец пастырь, и он сказал Я сейчас себя познакомлю с одним замечательным человеком Вот это, говорит, мой епископ И он в союзе баптистов управляет служением пятидесятников Пятидесятницких церквей И благодаря ему наша церковь пятидесятницкая Зарегистрировалась автономно в баптистском объединении В 70-х годах? Да И я увидел Владимира Сергеевича Он как раз наставлял моего племянника и его жену Вот Я познакомился, я удивился Я был коммунистом Я тогда уже был замначальника факультета по поличасти училища связи И я первый вопрос ему задал Сколько вы верующие? Сколько вы как верующие? А он говорит С 15 лет Я говорю Вы сохранили вот веру так? Он мне сказал тогда Не только сохранил Но и стою в ней Но когда я вернулся к Богу Это был 89-й год Я стал искать церковь, искать пастора И я вспомнил Что есть Владимир Сергеевич Зинховский И я пришел в церковь на Брусиловскую И с того времени Вот он мой пастор И я его сегодня в честь его дня рождения Хочу показать всем людям И сказать о нем Что для меня не только жизнь является его жизнь примером Но я стараюсь вот при его жизни впитать слова правды, которые он рассказывает, вспоминает И они мне очень сильно помогают в моей пасторской жизни Эти слова помогают мне взвешивать себя И вы, Владимир Сергеевич, и вы, Геннадий Макарович, давно верующие Очень интересно слушать людей, которые собственными глазами наблюдали за жизнью христианской церкви Скажем, в Советском Союзе Потом и в СНГ Я имею в виду, что мы знаем об этом только опять-таки с рассказов С каких-то мемуаров, книг и журналов С чем сейчас воюет церковь? Воюет церква Сегодня церковь испытывается на Украине свободой Это самое трудное и самое тяжелое испытание Владимир Сергеевич был приговорен к расстрелу за веру Его приговорили за веру к расстрелу А то, что он переубеждал комсомольцев становиться христианами И давайте его послушаем Что он по этому вопросу скажет Какой это был год? Это был 1953 год, когда я уже был арестованный Это был день смерти Сталина, кстати И вот 5 марта, в 6 часов 15 минут Нас троих арестовали в дороге прямо Ну, их отпустили, а меня задержали Потому что эта погоня была за мной в основном Поскольку я был молодой, активный Вот, и власти старались, как говорится Таких приструнить Да, как можно остановить или как можно оградить Вот Ну, начался, конечно, процесс Добавили еще до меня трое человек Чтобы была группа Потому что групповое, оно имеет право на самую высшую меру Если это преступление в одиночку Ну, так нам поясняли уже в разговоре То высшую меру очень трудно было им давать Если одиночка преступление А это уже организованная была преступность Это уже группировка Это уже 58, 10, сейчас вторая и 11 Это уже групповая Вот Ну, они их присоединили ко мне Благодаря фотографии, которую нашли во время арестов братьев Которых раньше судили То есть уже с 49-го года начались массовые аресты С 49-го года Да И вот эти 12 церквей, которых я обслуживал Это родились новые церкви И меня в основном за это обвиняли За перевоспитание молодежи Которые, значит, ну, в религию Это такая, значит, ну, статья для меня Поэтому вопрос стоял очень серьезный Во время следствия Мать моя 19 раз приезжала с Константиновка в Донецк С передачей ее не принимали Вот То есть на 20-й раз только приняли передачу На 20-й раз Вот И тот следователь вызвал и сказал, что Одно слово Бога нет И ты с мамой идешь домой Я говорю, этого не будет Сгниешь Тебя в Украине больше не видать Да Ну, я думаю, что Они уже сгнили все, но мы же есть Вот А когда уже суд состоялся, знаете И мне как молодому, как руководителю Конечно, высшую меру Остальным по 25 Вот А женщинам, я думаю, по 15 Насколько мне память не изменяет Вот Но Через 48 И 46 часов Нас вызвали опять в суд И Зачитали о том, что Москва Отменила мне высшую меру И утвердила 25 лет Строго режима Значит, лагерей Это такая была Статья Ну, через Несколько месяцев Потому что 25-летникам Надо было ждать наряд Куда они там будут направлять Вот И где-то Перед Новым годом Вот во время Рождественных праздников Уже я оказался в Омске Светлые гости На Светлом радио Владимир Сергеевич А сколько лет в целом Вы провели в местах лишения свободы? Значит, мне 25 оставили Или утвердили Через время Пересмотр дела Это в Москве Никто из нас ничего не знает Вот Снимает 15 лет За недостаток обвинения Так Так У этой справки Которая есть и сегодня у меня 10 лет Идут пересмотры По всех лагерях Пересмотры И С 10 лет То есть Вызывают меня на комиссию Ну, сначала Вызвали яговиста Нас троих вызвали Мы шли за работу И нас вызвали На эту комиссию Это яговиста Спрашивает молодого парня Ты хочешь быть на свободе? А он говорит А я от вас сатанистов И не жду свободы Вы будете нам В царстве Божьем Портянки стерять И кальсоны Да Ну, этот председатель комиссии Дал знак его в плечи И погнали А я думаю Что ж Что можно отвечать? Что это такая обстановка? Мне вопросы задают А комиссия от дверей до дверей Это районная Областная И московская Да А вы хотите быть на свободе? Я говорю Ну, я же не пришел сюда сам Я говорю Да А тот отвечает Ну, дайте ему свободу Он будет запрещать Найти на жнива Во время жнив Значит, в колхозе Будет запрещать В воскресенье Найти на жнива Ну, тут еще какую-то реплику Тут еще какую-то реплику Знаете Вот А председатель суда Снять Четыре года Оставить шесть лет Да Этих шесть лет Я отбыл с зачетами То есть, если я выполнял На сто тридцать процентов Норму То Хрошов уменил Один к трём Возможно, это было Потому что Мы должны были закончить Нефтеперегонный завод В Омске Который имел второе значение В Советском Союзе Видно, такая была льгота Что если Один Сто тридцать процентов Значит, один к трём Поэтому у меня фактически Календарных Три с половиной года День в день А срок По документам Шесть лет Владимир Сергеевич Я вам на выбор скажу Или какие-то слова Со Священного Писания Которые наиболее вас Вдохновляли в жизни Или какой-то случай Когда Бог Каким-то чудом Проявился так Что вы никогда В жизни об этом Не забывали В вашем жизни В наибольшем этих переживаниях Это была Восьмая лова Крымлина Я не помню Там стих Там такие слова Кто отлучит нас От любви Божией Или смерть Или ногота Или там побои Или власть Или силы Вот кто Значит никто Эти слова Они сопровождали Меня всю эту Трудную дорогу И я получал От них большое удовольствие Что бы вы пожелали тем Кто сегодня слушает нас Сегодня слушая нас Ну что бы я им побожал Я им побожал Чтобы они Даром не проводили время Чтобы они исследовали Писание А Писание научит жить И научит их Как поступать И как родиться свыше Потому что Номинальное христианство Оно не будет оправдано Богом Будут оправданы те Которые посвятили жизнь для Бога Только те Вот И то что мы сегодня Переживаем Некоторые Как сказать Потепления Среди верующих Оно тоже Оно тоже не очень Нас удовлетворяет Почему Потому что Во время гонения Более сплощенный народ И молодежь сплощенная Никто не обращал внимания Снимаете госинститута Университета Он с улыбкой Говорил Это так и надо Я верующий Такой был подвиг В народе Сегодня Как-то Больше хватается За землю На все свое время Под небом Бог вчера Сегодня И вовеки Тот же Аминь Спасибо Владимир Сергеевич Спасибо Геннадий Макарович За такого чудесного гостя Ты обязательно должен услышать Единственную в Украине Музикальную FM-радиостанцию Уникального формата Авторские программы Ток-шоу В прямом эфире Новости Программы для детей И проповедь Слова Божьего Радио Эммануил Объединяет своих радиослушателей Для служения благовестия И помощи пожилым И одиноким людям Регулярно посещаются Детские дома И интернаты Эммануил Значит с нами Бог Вы меня восстановили Житие Просто Вы знаете Не могу Возвратиться От вас Прекрасное Светлое радио Как и на сесс Столько любови Столько добра Столько тепла Усим людям Кто Цего потребует Если ты не в Киеве И Киевской области Слушай нас через спутник Сириус 4 Или через официальный сайт Радио Эммануил www.svitlo.org Твоя молитвенная И финансовая поддержка Позволит Светлой волне Войти во многие дома Принести надежду И радость Миллионам людей Стань частью Нашей радиокоманды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова